ребята привет сегодня у нас на обзоре модель автомобиля которая начала целую эпоху компактных кроссоверов встречайте сегодня у нас на обзоре toyota rav4 пятого поколения на правом руле гибрид аж в далеком 1994 году появилась первого поколения rav4 он просто произвел фурор на японском рынке да кстати говоря и на рынках европы и америки toyota хотела лишь сделать молодежный компактный кроссовер для активного отдыха в итоге они породили просто целый сегмент компактных кроссоверов которые начали появляться еще параллельно у всех японских и не только японских брендов название автомобиля toyota rav4 состоит из аббревиатуры трех слов recreational active vehicle рекреационный активный автомобиль и четверка обозначают полный привод хотя во всех поколениях были и переднеприводные версии и сегодня на экземпляре пятого поколения 2020 года на правом руле 2 и 5 гибридном моторе на полном приводе мы сегодня на основе него попробуем понять осталась ли задумка тех далеких 90-х годов то что эта машина для активного отдыха на полном приводе посмотрим какими ништяками toyota снабдила этот популярнейший кроссовер потому что по популярности он граничит с toyota camry это статистика продаж по россии это две самые продаваемые модели toyota rav4 и toyota camry ну что давайте начнем toyota rav4 построен на toyota new global архитектур сокращенно tng эта платформа которая toyota использует для постройки легковушек на этой базе можно строить все легковые автомобили в том числе и кроссоверы на данной платформе она оканчивается на букву кей на ней также построены lexus ес и toyota camry и соответственно rav4 в этой платформе унифицированы моторный отсек пороги и пол и все остальное уже на заводе можно компоновать как ты хочешь то есть там любую подвеску ставить ну любую подходящую для платформы tnj там и прочие элементы кузова вот ну и таким образом можно выпускать множество моделей абсолютно любых то есть там синчары prius и альфы и так далее вот главная платформа на четвертого поколения в японии не было я задавался вопросом почему потому что четвертое поколение у была очень красивая очень популярная не только в россии еще и в европе и в америке также то есть машина прям вот стоит в топ-5 по продажам во всем мире у toyota почему не было четвертого поколения в японии для меня до сих пор загадка но и ответа мы не можем получить ни из какого источника только догадки ребята в общем обобщая все это сказанное машина имеет историю машина имеет разнообразные модификации с полным приводом разнообразные комплектации тоже во всех поколениях они были очень интересны для всего мира потому что компактные кроссоверы эта машина которая тебе позволяет комфортно ездить и по городу ты можешь выехать на природу с разной доступностью дорог вот в общем машина на самом деле очень удачная и любой владелец рабчика либо кого-то искуда не даст соврать но на рабчиках в отличие от искудиков не строили каких-то грязевых проектов там со здоровыми колесами вот ребята давайте перейдем уже к нашему рабчику давайте посмотрим он очень красивый очень классный давайте посмотрим его в детали и начнем мы с внешности друзья внешность пятого поколения раб 4 вообще внешность это такая субъективщина просто кому-то нравится кому-то не нравится здесь они ушли в агрессию то есть четвертое поколение мне уже прям вау потому что третье она была круглая она была добрая четвертое уже сделали с такими углами которые прослеживаются и в оптике и по кузову четвертое было стилевое поколение пятое они еще больше пошли в углы фары тоже стали напоминать более правильные геометрические фигуры в общем машина стала угловатой арки стали квадратными и вот эти фондера черные напоминают мне toyota xv ну которая тоже позиционирует себя как компактный кроссовер вот у нас пороги моделиста вообще вот в целом вот все детали черные рейлинги которые есть отверстиями под установку бокс систем вот эта черная вставка пятая дверь с черными элементами блестящими в общем машина стилевая опишу внешность рабчика в сравнении с харьером когда я вижу харьера в семидесятом либо восьмидесятом кузове они тоже начали появляться на дорогах приморского края когда я вижу на труднодоступном пляже у меня немножечко эта машина я про харька мне вызывает блин чувак зачем ты на городском вот чисто городском паркетники кроссовере приехал сюда вот по такой дороге то есть он явно испытывал много стресса пока он там вот так вот посмотрю блин как же тут проехать или даже выгонял кого-то из салона чтобы тот смотрел там правее левее как бы у меня такой диссонанс блин тебе надо было брать другую машину чтобы ты мог ездить и на этот пляж и подъезжать к офису и все видели что ты катаешься на классной тачке есть другие автомобили toyota harrier вот ты смотришь на него и все вот эти фондера разные пластики использованные на бамперах тире обвесах его рейлинги если еще и даже бокс поставить поставить ну колеса хорошие идут завода 18 эта машина не вызывает какого-то диссонанса то есть в пятом поколении этот автомобиль вызывает классно ты купил крутой современный кроссовер который стилево смотрится и припаркованную кафе в городе и который смотрится на труднодоступном пляже и таких мыслей как я вам писал про харьера у меня не возникнет но это только мои мысли и будет классно если в комментарии напишите вообще как вам дизайн рабчика пятого поколения ребята техническая часть у нас 2 и 5 гибрид на полном приводе ага не на газоупорах какие они продаются в россии они продаются на механике они продаются двухлитровой версии они продаются на вариаторе двушки м20а мотор и есть 2 и 5 версии на восьмиступенчатом автомате вау мотор а 25 а который сейчас у тойоты один из хедлайнеров у японцев же практически все то же самое только нету версии на механике у них идет два литра тот же самый мотор м20 а на полном приводе на переднем приводе все идет в паре с вариатором на 171 лошадь эти моторы настроены следующие автомобили по технической начинке это идут гибриды это мотор а 25 а fxs это у нас 177 лошадей в паре с планетаркой гибридная система ths 2 всего лишь 88 киловатт мощности гибридной установки полный привод и задний при полный привод реализован е4 то есть не через карта на заднюю ось крутит электромотор начали использовать алюминий здесь передние крылья капота 5 дверь из алюминия весь остальной кузов из стали из высокопрочных стали здесь сделан выплавлен изготовлен я даже не знаю какое слово подобрать пол и центральный туннель и жесткость кузова стала на целых пятьдесят семь процентов жестче по сравнению с четвертым поколением за счет боль количество точек сварки стало больше и проклеенных элементов между собой тоже стало больше здесь у нас подвеска она тоже создана с нуля как нам заявляет бренд распределение крутящего момента всякие автоматические системы как распределяется момент между осями купив raw 4 на правом руле тебе не нужно появляться на ты ошку к официальному дилеру и отдавать десятки тысяч рублей потому что автомобиль формально был он на правом руле на него нету гарантии она не слетит если вы заплатите за то в каком-то нормальном нормальном хорошем сервисе зальете нормальное хорошее масло поставить фильтра которые вам и поставят принципе такие же в тойота и вы заплатите всего лишь за это шесть тысяч пятьсот рублей за автомобиль 2020 года по моему отличная цена я хоть и приверженец гибрида но двухлитровые версии равчиков тоже очень интересны и не только потому что там новый мотор а наверное больше из-за вариатора потому что вариатор сейчас в принципе наверное у тойоты у лексусов с двухлитровыми моторами они ставят его в паре директ шифт 7ти у которых есть стартовая передача ребята вывод по технички в принципе аравчика особо ничем не удивил то есть здесь все то же самое что и в харьере в восьмидесятом кузове двухлитровые моторы передний полный привод 2 и 5 моторы полный передний период но соответственно плюс гибрид но у равчика есть пич в версия которая наверное больше ни одного кроссовера из японии компактного кроссовера нету пич в версии если у вас есть доступ к розетке если вы в день проезжаете там до 100 километров и вы заряжаете его ночью весь день катаетесь на электротяге может быть последний кусочек всего маршрута вы все-таки едете в режиме гибрид там тратите минимальное количество топлива то это просто золотая машина для россии и вообще для в принципе стран где высокий бензин а сейчас кроме какой-то там страны там не знаю ирана ирака там аргентины где бензин стоит очень дешево сейчас по моему везде бензин стоит дорого даже в америке хотя там цены бы шли параллельно с россией вот поэтому пичами версия это ощупал самый топ именно технически в этом автомобиле будет интересно если такая машина приедет обязательно замутим тест и поездим по россии ну пола в городу там за городом и потестируем сколько проедет только на электротягу так ребята салончик прорезиненная ручка с внутренней стороны которая не проскальзывает и которая прикольно на ощущение новые резина в салоне так ну что нас встречает не особо изменившийся салон с четвертого поколения а я говорю именно про какие-то общие мотивы конечно же все элементы изменились целом мне вот пока все очень нравится большой дисплей здесь у нас версия такая бежевый серый черный цвет в салоне светлая крыша приборка ну конечно же по сравнению там вот сейчас смотришь вот эти китайские черри у тебя они взяли моду как у европейцев то есть сделать все мониторами в принципе я смотрел прорисовка да вот у китайцев родные эти слова прорисовка очень детализировано все круто все качественно но это черри приборка отстает от его конкурентов китайских европейских корейских там конечно ребята вот в взаимодействии с автомобилем через дисплей там ребята вкладывают большие деньги поэтому бесспорно тойота проигрывает даже lexus проигрывает но если вы все-таки выбираете японцев за другие качества то сейчас давайте посмотрим руль все то же самое все тойотовские кнопки ничего там революционного не добавлено там у нас есть круговой обзор у нас максималка потому что у нас панорамная крыша с люком настоящим у нас подогрев руля у нас с кнопки багажник у нас подогрева продулов нету ну и в принципе много юсб портов если вы уже смотрели рабчики на левом руле соответственно они были бензиновые здесь вы ничего нового не увидите единственное в приборке добавлена часть которая нам показывает что происходит с гибридной частью автомобиля зарядка экономия либо у вас все агрегаты работают и отдают свой максимум вот так ничего нового просто по внешности по кармашкам потом расположению приборки мультимедии карты по менюшке надо выбирать нравится не нравится по сравнению с харьком в харьке мне больше нравится все-таки приборка и мультимедия ее начинка но по крутилкам по расположению по подлокотнику по кармашкам мне нравится больше равчик но мое мнение строится на том что я все-таки люблю природу и если я покупаю автомобиль это будет кроссовер на полном приводе то он будет эксплуатироваться мною с багажником на крыше всякие там штучки для кемпинга там перевозка чего-то там каких-то досок и прочего поэтому мне по душе ближе равчик если вы ездите по в большинстве своем времени по городу по по асфальту и вам важна мультимедия там прочие всякие штуки пластиковые панели залаченное дерево какое-то под дерево тогда вам наверное равчик не особо подходит и можно посмотреть какие-то nx и какие-то харьеры я думаю они вашему внутреннему эстету понравится больше чем машина с резиновой крутилкой друзья второй ряд так место для коленей есть компактный кроссовер ну кстати говоря по размерам да как хорек но уже не компактный компактный это chr или ux это уже прям ночью почти rx так 2 подстаканника usb две штуки ну и в принципе все ничего такого у нас не регулируется назад не упадешь вот сиденья откидываются у второго ряда можно сказать своя свой кусочек панорамной крыши так свой фонарик вот в общем зачет пошли смотри багажник багажник у нас с кнопки в этой машине нету такой опции так открываем нишу и видим пятое колесо которое о кстати максис это же китайцы ого они хотя вот такие китайцы производители резина но не японская резина интересно так смотрите а почему я являюсь пятому колесу потому что как вы знаете если вы смотрите наш канал и очень интересуетесь гибридами то вы должны были уже видеть знать то что пятое колесо встречается гибридных автомобилей крайне крайне редко потому что батарея ну как правило находится в задней части и в общем иметь пятое колесо и батарею но технически как-то сложно реализовать это и японцы жертву пятым колесом во имя батареи здесь же батарея находится под диваном второго ряда и поэтому они сюда уместили колесо но но и логично у тебя машина rav4 это активный автомобиль вот поэтому красавчики ну блин китайская резина это интересно я хотел себе купить грязевку так ну ничего такого нету там вообще абсолютно багажники сиденья откидывают сейчас я вам покажу ну то есть с матрасиком здесь у нас сумочка с матрасиком с матрасиком будет вполне себе удобно то есть даже высоким людям переночевать в этой машине можно загрузить что-то сноуборды лыжи чехлах тоже можно вот потолок высокий вот то есть для активного отдыха эта машина подходит ребят у этой машины еще интересная история она куплена 24 февраля 2022 года в тот самый день вот и мы покупаем рассчитываем этот автомобиль по текущим курсам а еще мосбиржа не открыта там курс не обновлен вот в общем покупаем эту машину тому классно купили и начинать и уже где-то с обеда начинается такая свистопляска новостной фон курсы растут просто каждый день по 10 рублей в гору вот и начинается вот это все и и этот автомобиль просто дорожал от первоначальной рассчитанной суммы просто каждый день на десятки на сотни тысяч рублей вот мы подождали японцы нам дали отсрочку вот за это им большое спасибо они нам дали отсрочку мы подождали оплатили этот автомобиль по более приятному курсу когда рубль чуть-чуть окреп и мы приняли решение вести его в россию вот но в где-то в глубине себя я подразумевал то что мы его так и не привезем мы его продадим в японии перепродим на аукционе потому что завозить его когда у тебя евро просто зашкаливает и вообще никогда не видел таких курсов да все мы не видели таких курсов и покупать такой автомобиль по такой цене мне казалось блин это неадекватно но потом когда все бренды начали говорить мы уходим мы уходим машины не продаются не стоят салонах но у них есть команда от главного офиса не продавать автомобили и россия попала в такие условия что у тебя нету автомобилей в россии все хорошее уже раскупили и никто свое не будет продавать где еще людям брать вот такие классные тачки аукцион японии и люди говорят да я готов платить такую стоимость за автомобиль ты такой вау это новые реалии вот поэтому эта машина просто для нас это знак новой эпохи новой эпохи для россии ну и для автомобильного бизнеса частности так ребят но у нас не конкретное бездорожье такая грунтовочка легкая сейчас вот просто как на скорости эта машина передает нам неровности кроссовер на 18 дисках подвеска новая пробег у автомобиля 5200 километров выезжаем на асфальт и ведет себя он очень-очень хорошо это я вам говорю как владелец 3 5 мотора плюс гибридная установка смотрите едем по асфальту здесь все прекрасно мы сегодня съезжали на бездорожье и машине ставлю зачет то есть как ну на скорости можно ехать по грунтовке там 60 в принципе нормально у вас не будут отваливаться колеса и вы какой-то дискомфорт и ай как жалко машину вот этого не будет нормально справляется ребят едем сотню едем по асфальту ровному хорошему шумки тойота вся проветривая вот крузак 200 едет не 300 200 тойота проветривается вся то есть там слышно мотор слышно арки слышно что у тебя происходит где-то сбоку плюс еще машина не самая обтекаемая по воздушным потоком то есть я слышу как вот но она трется об воздух вот поэтому шумки в тойоте нету это в лексусах нету хорошо едет напоминаю 178 лошадиных бензиновых сил плюс еще 88 киловатт гибридная установка и и мощность так ребята замер до сотни что может этот равчик на гибриде 2 и 5 ну что спорт включен 1 2 3 неплохо хорош из 8 секунд 788 прям хорошее время для новой машины новая машина кстати достойно себя ведет на скорости там 170-180 по трассе кроссовер не будет испытывать каких-то сложностей но опять же я после какой машины это говорю то есть после той которую вот так вот болтает когда проехал там но даже 200 километров на там машине типа прадика ты выходишь из нее тебя еще побалтывает когда ты ходишь ногами по земле вот эта машина как легковушка такая конечно менее управляем она нормально но я кайфую хорошая машина ребята видите эту цифру это расход на этом рак 4 16.3 километра на литре на нашу систему понимания расхода это всего лишь 6 литров на сотню карл почему потому что новые агрегаты ну как бы одни из последних разработок от тойоты машина новая пробег 5 тысяч соответственно все эффективно очень работает энергоэффективность самая высокая а ездили мы по-разному сегодня в общем ну тойоте зачет 2 и 5 кроссовер тяжелый с гибридной установкой на 88 киловатт даже не пить не пи и чьи версия расход 6 литров карл это очень экономичная машина в общем ракчику зачет нравится ли он мне больше чем харьер однозначно да нравится ли он не больше чем mx до нравится ли он мне больше чем rx нет все таки rx это уже другой класс автомобиля вот и rx все-таки но он повыше и подороже классом рабчику зачет и так ребята что по ценам смотрите левый руль в россии это бы ушка это механика и вариатор они стоят вне по низу рынка одинаковый денег отбуз в одной миллионов рублей самый старт пробеги 50 60 80 100 тысяч километров вот не дешево все привыкли в нормальное время что за подобные кроссоверы ну там два два и два можно дать это в салоне за такие деньги ты покупаешь такую машину сейчас это стоит был тем более салон не продает сейчас новую машину смотрите правый руль сибири на дальнем востоке а нету предложений ниже трех миллионов рублей это тоже двушки на вариаторе без пробега все одинаково три миллиона рублей пробежных рабчиков вообще я по низу рынка не встретил потому что наверно уже люди поставили сигнализацию там ну там как бы сделали машину под себя и ну в общем они не продаются по низу рынка в районе трех миллионов не найти вариантов на номерах с аукциона это вообще самое интересное на дворе мая двадцать второго года многие российские покупатели они вообще ушли то есть их нету они не знаю не покупают хотя валюта сейчас вот сегодня шестьдесят три тридцать на бирже торговалась валюта то есть рубль очень укрепился то есть сейчас просто шоколадное время для покупок особенно дорогих машин рафчики 2019 двадцатого года не даже с учетом того что они не проходные пошлина выше для тех кто не в курсе двушки на переднем приводе на полном приводе знаете такие там эрка может замененное крыло есть но в общем такие как бы машины на я бы себе взял бы старт от 1 1 и 8 1 и 8 старт то есть это более чем на миллион ниже чем продается без пробега по россии ну и на 700 тысяч рублей дешевле чем левый у тебя автомобили с пробегом 20 30 40 тысяч там да у них там возможно не будет кнопки закрытия багажника у них не будет панорамы не будет кругового взора но и черт с них им у тебя двухлитровый мотор полный привод у тебя вся база рафчика пятого поколения интересное время очень интересное время никогда такого не было ни в четырнадцатом году не до этого уникальное время что будет в будущем очень интересно вот и люди которые сейчас покупают дорогие автомобили просто выхватывают такие подарки это как и лексусы и тойоты и бмв на правом руле поэтому цены очень интересные если вы смотрите это видео сразу после выпуска то возможно окно возможности еще существует внизу будут контакты пишите звоните друзья я познакомился с пятым поколением рафов первый раз вот на этом примере у меня у друзей у знакомых не было таких автомобилей все как-то выбирают кто-то корейцев даже купил по внешке мне эта машина очень нравится она с разными пластиками оформлено с черными фондера какие-то там решетка радиатора прямая ну в общем класс мне нравится жесткости кузова там рейлинги у нее уже с дырами куда можно присобачить багажник салоне резиновые крутилки резиновые ручки но и вообще в целом как построена вся торпеда туннель все можно положить под мобильный телефон есть место зачет как едет для 2 и 5 мотора плюс гибрид очень хорошо едет проверить полностью полный привод это нужны условия то есть ну хотя бы какая-нибудь лужа песочек лед снег я уверен эта машина справляется на ура я именно говорю про гибридную версию потому что здесь все-таки в заднюю ось крутит электромотор и до этого у меня полноприводным гибридом от тойота вообще не было вопроса потому что ты вообще не замечаешь разницы что у тебя на кардане автомобиль на полном приводе что у тебя на гибриде там чуть ли не лучше работает гибрид на полном приводе чем через классику через когда по ценам это машина вообще конкурирует только с nx и здесь как бы я бы подумал бы еще что купить потому что раффчик побольше nx а мне он ну прям очень нравится панорамная крыша прям ну и по дизайну раффчик прям посильнее nx мое субъективное мнение ликвидный да на правом руле да тоже ликвидный запчасти запчасти плюс что есть левый руль в россии то есть какие-то элементы ходовой там и прочее можно найти в россии то есть наверное по запчастям ну мелочевка стопудово вот можно вообще без проблем найти а вот какие-то вот там крылья и прочее вот это уже наверное тоже попроще допустим на харька на какие-то модели которые продаются только на правом руле все-таки цены будут повыше чем на крыло на рафф 4 ребят за модель ставлю зачет мне очень понравилось и люди которые будут искать себе что-то в пределах там условных горя там по двух миллионов там до там наверно четыре с половиной но это самый новый раффчик в максимальной комплектации ну примерно как этот я буду советовать эту машину если нужен кроссовер на полном приводе классный прикольный и у них жизнь не только в городе еще и на природе где-то ребят в общем напишите ваше мнение чтобы купили на левом на правом руле напишите какие-то плюсы и минусы этой машины если вы их знаете может быть вы пользователь этой машины альтернативы почему не стоит брать раффчика и стоит купить допустим какого-то nx либо харьера встречаемся ниже в комментариях подпишитесь на канал поставьте лайк справка м м но в но и растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.